МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости о НАПА-регион. В студии для вас работает Ольга Жмак. Здравствуйте. Главные темы этого дня. Руководители должны принять все исчерпывающие меры безопасности. Безопасность в маёвку. На курорте обсудили профилактические меры в грядущие праздники. Не могу описать. У меня просто был шок. Не было каких-то определенных эмоций. Просто хотелось все за раз и плакать, и смеяться. Слезы счастья. В Анапу вернулась чемпионка мира по боксу среди женщин. Здесь научат, всему обучат и покажут, как правильно это делать. Вкусный мастер-класс. Анапские студенты попробовали себя в роли поваров известного кафе. Какие меры по обеспечению безопасности будут приняты в Анапе в период майских праздников? Этот вопрос обсудили на заседании антитеррористической комиссии под председательством мэра курорта. В совещании приняли участие спикер местного парламента Леонид Красноруцкий, Анапский межрайонный прокурор Сергей Чикаров, начальник отдела МВД Андрей Платонов, руководители правоохранительных и надзорных структур. Подробнее в нашем материале. Анапская весна традиционно насыщена событиями. Уже в апреле на курорте пройдет Пасха, а продолжат праздничную череду мероприятия, приуроченные к 1 мая и Дню Победы. На первом месте безопасность жителей и гостей курорта. Все комплексные мероприятия по недопущению любых негативных проявлений нам нужно с вами принять, учесть опыт прошлых лет, мобилизовать все усилия. Благодарен нашему правоохранительному блоку, уверен в исключительном профессионализме нашего правоохранительного блока, который по праву считается одним из лучших у нас в регионе. Конечно, при цели особого внимания у нас должна быть антитеррористическая заищенность предприятий Санкура, Патриобсферы, всех социальных объектов. Руководители должны принять все исчерпывающие меры безопасности. Этот вопрос обсудили на заседании антитеррористической комиссии, которая состоялась в мэрии Анапы. В обсуждении приняли участие спикер местного парламента Леонид Красноруцкий, Анапский межрайонный прокурор Сергей Чекаров, начальник отдела МВД Андрей Платонов, а также руководители правоохранительных и надзорных структур. Массовые мероприятия будут проводиться как в самом городе, так и в сельских округах, а за соблюдением общественного порядка на улицах будут следить полицейские и казаки. С 30 апреля по 11 мая личный состав будет переведен на общественные варианты семейной службы. Тоже по майским праздникам, в принципе, понимание есть. С учетом, Василий Александрович, тех средств, электромобили, электрокары, которые у нас появились, и с учетом имеющихся возможностей использовать переносные средства видеофиксации, которые запараллельны в АПК «Безопасный город», так называемого АПК «Пупол», которые имеют функцию распознавать листь, на все входные группы мы установим. Данные видеокамеры. Уверен, что 9 мая проведем ровно на том уровне, на котором мы положим. Кроме того, в Анапе будут патрулировать улицы, прикомандированные сотрудники полиции из других городов. Отдел МВД курорта перейдет на усиленный режим работы, как и пожарные. Спасатели задействуют порядка 60 человек и 20 единиц техники в период проведения праздников. Особенно насыщенная программа мероприятий запланирована на май. Цикл майских мероприятий у нас продолжит празднование Дня Победы. 9 мая – самый важный для каждого жителя нашей страны праздник. В этом году мы предлагаем следующую концепцию, которая подразумевает следующие мероприятия. С 29 апреля начнем патриотические мероприятия в селе Варваровка. Здесь вообще городская наша военно-патриотическая акция «Десант Славы», которая посвящена высотке «Десантам» под командованием Героя Советского Союза Дмитрия Семеновича Калинина. В то же время в мае в Анапе стартует курортный сезон. На отдых приедут тысячи человек со всей России. В прицеле особого внимания предприятия «Санкура» потребительской сферы – соцобъекты. Безопасность детей – это самая главная задача, которая стоит перед нами в курортный сезон. Смотрим нахождение постоянно сотрудников инспекции по делам и совершенно редких на этих объектах. Проверим дополнительно всех работников, которые будут там работать. В курортный сезон в Анапе будут работать порядка полутора тысяч объектов размещения – гостиницы, крупные отели, санатории. Василий Швец поставил задачу – завести в аппаратно-программный комплекс «Купол» видеокамеры на пляжах, чтобы оперативно выявлять нарушителей и людей, находящихся в розыске. В целом, я думаю, с учетом, прежде всего, профессионализма, руководителей, которые здесь уже присутствуют, долгое время исполняют обязанности, о том числе и накопленного опыта, я думаю, мы курортный сезон проведем достойно. Что же касается санитарной эпидемиологической обстановки, специалисты Роспотребнадзора будут регулярно проверять качество водопроводной и морской воды. Еще один острый вопрос – нехватка медиков в учреждениях здравоохранения. К решению этой проблемы готовы подключиться мэрия и Анапская межрайонная прокуратура. Антон Чистяков, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Членам общественного совета при отделе МВД России по городу Анапе вручили удостоверение. В этот раз заседание прошло в зале совещаний нового пункта полиции в селе Витязево. Участники определили план мероприятий на 2023 год, а также внесли свои предложения и рассказали о проектах, которые можно реализовать на нашем курорте. Очередное заседание общественного совета при отделе МВД России по городу Анапе в этот раз состоялось в актовом зале нового пункта полиции в селе Витязево. Здесь уже работают сотрудники, принимают заявления от местных жителей, а в дежурной части функционирует система видеонаблюдения, заведенная в аппаратно-программный комплекс «Купол». Современное здание оснащено, по первому слову, техникой, которая в ноябре 2022 года администрации города-курорта была предоставлена с целью комфортных условий создания работы для сотрудников полиции в городе. Пусть это будет пример, наверное, для всех. Члены общественного совета – анапчане, руководители предприятий, специалисты, проработавшие в различных отраслях несколько десятков лет. Именно они оказывают полиции содействие во многих вопросах. На совещании был утвержден план мероприятий на 2023 год, а участники озвучили свои предложения. Одна из инициатив – подготовить посылки для сотрудников МВД, находящихся в командировке в новых регионах России. В преддверии Дня Победы планируется отправить полицейским не только из Анапы, но и других муниципалитетов памятные подарки с рисунками и письмами детей. Хотелось бы подумать, студенты, школьники, какие-то письма с родины или письма из дома, как угодно, назовите, давайте подумать, что необходимо оттуда достать. Понятно, гуманитарную помощь возят, это все в промышленных масштабах, мы, может быть, не сильно там обеспечим, но что-то такое ценное, и детей 9 мая впереди, да, все понимают, что выполняют эту задачу, для обеспечения безопасности страны в целом, да, и это не только должны быть письма нашим сотрудникам, это сотрудники МВД со всей России. Также на заседании членам общественного совета вручили удостоверение. Сейчас в его состав входят 16 человек, которые готовы работать на благо курорта. Антон Чистяков, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа-регион. В Анапу вернулась чемпионка мира по боксу среди женщин. Торжественная встреча состоялась на железнодорожном вокзале курорта. Воспитанницы школы Олимпийского резерва номер один Анастасия Димурчан и Надежда Голубева вернулись с чемпионата мира по боксу, который проходил в Индии. О том, как приветствовали анапчанок, в нашем репортаже. Этот перрон железнодорожного вокзала Анапа вот уже в третий раз за этот год встречает именитых спортсменов курорта. На этот раз домой возвращается единственная чемпионка мира по боксу среди женщин в составе сборной команды России Анастасия Димурчан и участница престижного турнира в Индии Надежда Голубева. Скорый поезд под номером 12 приближается к своей конечной остановке, а на платформе буквально негде яблоко упасть. Казалось, что наших девушек пришла встречать вся Анапа. Народные песни и каравай – все по старым русским традициям. С первых секунд спортсменок практически невозможно было разглядеть за цветочными букетами и подарками. Однако один из самых трогательных моментов – долгожданная встреча с родными. Чемпионка мира по боксу, сильная духом девушка, не смогла сдержать слез. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Отдельные слова благодарности в адрес спортсменок выразил депутат Законодательного собрания Краснодарского края Алексей Аксенов. Она по Краснодарскому краю и всю Россию просто писала в эту историю. Гордимся тобой и наше расстояние, гордость, любимки оценим. Позади у Анастасии Дамурчан четыре непростых боя в столице Индии Нью-Дели. На пути к золотой медали Анапчанка одолела соперниц из Узбекистана, Алжира, Китая и Австралии. За финальным боем против опытной 38-летней Фрэнсис Скотт наблюдала вся страна. Точные удары, а также нокдаун от Анастасии во втором раунде не оставили сомнений у судей престижных соревнований и единогласным решением победу отдали наши спортсменки. А дальше почетный круг с российским триколором вокруг ринга и церемония награждения под гимн страны. Моменты, которые навсегда останутся в памяти Насти. Не могу описать. У меня просто был шок. Не было каких-то определенных эмоций. Просто хотелось все за раз и плакать, и смеяться. Я только потом вообще поняла, что произошло. Так что первое для меня просто был шок. Каждый бой был по-своему сложен. Для каждого боя нужно было по-своему подготовиться, настроиться. Так что для меня все бои были сложны. Теперь самое главное не останавливаться, работать и идти дальше своим целям. Как признается сама спортсменка, ее успех – это общая работа тренера Марины Голубевой, напарников по команде и родителей. Классное чувство. Классное. Только сейчас, когда собираются люди, встречают, понимаешь, что твой ребенок чего-то достиг. Техника у нас классная, тренера у нас классные. Всегда есть переживания. Но это жизнь. Жизнь. Только вперед, а там жизнь покажет. В составе сборной России также выступала еще одна анапская воспитанница. Надежда Голубева покинула турнир на стадии 1-16 финала, проиграв опытной сопернице Хилиф Хаджила из Алжира. Однако не стоит забывать, что это первые соревнования такого масштабного уровня для юной спортсменки. Все было по силам. Чуть-чуть не доработали. Может, где-то с нервами не справилась. Ну, будем работать и справляться. Будет результат еще лучше. По итогам турнира сборная команда России заняла третье общекомандное место. А девушки в очередной раз доказали, что у нашей страны есть большое спортивное будущее. Мы сегодня солнечным прекрасным утром встречаем наших чемпионок. И вся Анапа ими гордится. Все жители города воинской славы в большом количестве приехали их встретить, наших девчонок. Большая им огромная благодарность и от депутатов Совета муниципального образования, и от всех наших жителей. У девочек все впереди. Они действительно чемпионы. Следующий шаг, как я сказал, это Олимпийские игры. И, что самое главное, на их примере уже будет воспитываться молодое поколение спортсменов. Никита Васюхин, Михаил Попов, Анапа-регион. В субсехе проинспектировали капремонт школы. Ход работы на соцобъекте проконтролировали депутат ЗСК Ирина Караваева, председатель Совета Леонид Красноруцкий, вице-мэр Анапы Вячеслав Вовк и председатель Анапского отделения «Единой России» Владимир Пономарев. В выездном рабочем совещании также участвовали депутаты Совета и глава сельского округа Илья Волков. В школе номер 11 с самого утра несколько десятков строителей и много различной техники. Здесь ведется капремонт. На это время всех учеников перевели в другие учебные заведения. Напомним, что здание школы относится к старому фонду. Ему почти 40 лет. Поэтому работой приняли серьезный масштаб. Срублена старая штукатурка, нанесена новая штукатурка машинным способом, проложена электрика, сделана финишная отделка набрызгом и покраска, соответственно, выполнена. Да, лаписная краска. Сейчас идет устройство фасада, укладка электрических кабелей и керамогранита в классах. Начинается покраска стен. После этого подрядчик приступит к установке дверей и благоустройству прилегающей территории. Будем полностью асфальтировать подъездные пути, тоже будем асфальтировать подъездные пути к точке роста и к зданию ТИРа тоже заасфальтируем, чтобы все было одинаково. Далее полностью реконструируем площадку волейбольную, которая находится на этой стороне. И на стороне, где по автокородок, там будет стоять воркаут-площадка. В управлении молодежи тоже это согласовано. Также будем немножечко расширить зону плаца для проведения линейок. Школа растет, детей все больше и больше, потом будет чуть больше. И малоархитектурную форму будем выставлять в зоне отдыха, зона отдыха с правой стороны. Те, как в нашей школе часто бывают, видят, там в тени деревьев достаточно обновим лавочки и сделаем такой небольшой шаг по эту зону. Капремонт школы номер 11 находится на постоянном контроле. В планах закончить основные работы летом. Оборудование для пищеблоков и учебных классов уже куплено. Мебель завезут в середине июля. А 1 сентября школа откроет свои двери для учеников. Сроки, безусловно, очень важная часть. Но очень важно, чтобы в этой школе будут учиться дети, чтобы мы не приходили эти пять лет и не ремонтировали. По крайней мере, большие конструктивные элементы. Там где-то подкрасит, где-то что-то подготовится к учебному году очередному. Но это не должно быть капитальным ремонтом. Уверен, что подрядчик должен будет нести ответствие за ту работу, которая здесь большая, масштабная, за достаточно большие средства проведена. Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Ирина Караваева отметила, что после завершения реконструкции сельские ребята получат комфортную, безопасную и современную образовательную среду, которая будет вдохновлять и мотивировать детей учиться, творить и развивать свои таланты. Никита Бойко, Ксения Гуденко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Анапские студенты попробовали себя в роли поваров известного кафе. Ребята собственными руками слепили около 200 вареников и пельменей. Площадкой для проведения мастер-класса стала одно из предприятий Анапы, удостоенное почетного знака «Сделано на Кубани». Мой коллега Никита Васюхин расскажет подробнее. 30 наименований пельменей, вареников, а также 7 видов лепки. Такой продукцией может похвастаться анапское предприятие, ставшее победителем краевого конкурса «Сделано на Кубани». Ежедневно на этой кухне вручную лепят порядка 3000 штук пельменей и вареников. Узнать, как происходит создание кулинарного изделия и самому поучаствовать в его приготовлении смогли самые активные студенты Анапы. Сегодня у нас проводится открытый мастер-класс для активистов городского студенческого совета по лепке пельменей и вареников в прекрасном месте пельмень-варенич. Проводится для приобретения навыков кулинарии, а также в качестве экскурсии в данном месте. Такие мастер-классы помогают показать, что это за профессия, повар в том числе, чем он занимается, как устроено все изнутри, чтобы увидеть всю картинку целиком. Перед началом работы необходимо обязательно помыть руки, одеть фартук и одноразовую шапочку на голову. Ольга Куярова – бригадир цеха лепки со стажем работы 6 лет. Она рассказала ребятам о продукции и технике приготовления. С помощью профессионала каждый участник слепил 10 пельменей с индейкой и столько же вареников с картошкой. Все нравится, все очень просто и очень классно. Это очень шикарный опыт, если ты не умеешь лепить вареники. Здесь научат, всему обучат и покажут, как правильно это делать. У меня вообще хобби готовка и мастер-класс именно в пельмень-варениче. Очень интересный, захватывающий. После завершения готовую продукцию отправили в аппарат шоковой заморозки, а затем сварили и все вместе попробовали результат своих стараний на вкус. В будущем специалисты Управления по делам молодежи Анапы планируют проводить такие мастер-классы на регулярной основе. Никита Васюхин, Михаил Попов. Анапа. Регион. На этом наш выпуск подошел к концу. Напомню, все сюжеты можно найти на сайте anaparegion.ru, а также на наших страницах в социальных сетях. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok